Всем привет! Очередной спецвыпуск на своем канале я посвящаю грузинскому халку Ливану Сагинашвили, который уже более трех лет удерживает титул самого сильного армрестлера в мире и является не просто сильнейшим рукоборцем на планете, но и успешной маркетинговой фигурой в этом виде спорта. Ребятки, ну возможно вы помните наше последнее видео, которое уже в ютубе набрало порядка двух миллионов просмотров. Те, кто не смотрел, посмотрите. Тогда мы встречались в Украине, в городе Киев. Мы били арбуз, мы рвали футболки, Ливан тянул машину. Сегодня мы в Грузии, в Тбилиси. Приехали к Ливану Сагинашвили. Сегодня попробуем сделать то же самое, только в упрощенной форме. Все наблюдают за новыми рекордами Ливана, но никто особо не задается вопросом, а как много ему приходится тренироваться, чтобы быть таким большим и сильным. Сегодня вы узнаете топ-3 упражнения Ливана Сагинашвили на его основные техники борьбы. Ливан расскажет про работу в разных углах, ответит на вопрос, почему, когда тренирует бицепс, не полностью разгибает руку и выполняет упражнения в пол амплитуды. Уверен, что посмотрев это видео до конца, вы получите важные знания и ключи к успеху грузинского халка. Мы переместились в огромный Хаммер Ливан с двигателем 6,2 литра. Наверное, нехилый расход у этой птички. Это видео не будет коротким, поэтому, кого интересуют детали прямо сейчас, пожалуйста, пользуйтесь тайм-кодом. Сегодня, наверное, нет никого в мире, кто был сильнее Ливана Сагинашвили в армрестлинге. В сети уже сложилось мнение, а скорее стереотип, что грузинский Халк – это просто-напросто совокупность грубой силы, которую он в касании сносит всех на своем пути. И именно этой силы и агрессии ему достаточно, чтобы не просто побеждать, а раздавливать всех своих соперников. Но мы копнули глубже и разобрались с этим вопросом. Для справки мы добавили несколько интересных фактов из профессиональной карьеры Ливана Сагинашвили. Этот спортсмен, перейдя в ряды профессиональных армрестлеров из категории соревнующихся любителей, не проиграл еще ни одного поединка. Но на этом не все. В каждом из армфайтов, именно так называется поединок в армрестлинге, Ливан не получил поражение ни в одном раунде. Ливан очень узнаваемый человек в Грузии. Только по дороге в зал к нему подошли сфотографироваться около пяти человек. Ливан Сагинашвили имеет собственный вес порядка 165-170 кг. Бывали моменты, когда в соревновательной форме его вес достигал 180 кг. И стоит заметить, что большая часть этого веса приходится на верхнюю часть тела. Поэтому Ливан всячески пытается поддерживать мышцы спины, чтобы избежать травм. Ну и разминку, естественно, начинает с гиперэкстензии. На больших весах тренируюсь и на спину большую нагрузку. То есть нужно, чтобы были нормальные крепкие столбы, да? Да. Но это делаешь в основном с собственным весом, либо все-таки со штангой? Нет, с собственным весом. С собственным весом. Поскольку? Разминка это сколько? Три подхода по 15. 15 повторений. Приседаешь часто? То есть практически все, что идет в направлении низа, это упражнение гиперэкстензия? Да. Когда нет соревнований, тогда немножко делаю ноги. Но когда уже готовлюсь на соревнования, на ноги очень большие мышцы и очень много энергии уходит. Пресс? Нет. Нет. То есть спина и вверх? Я был у Константина Дженачи. Знаешь, что Константина? Стронгмен наш. У него такой тренажер для спины. Так становишься и вот так делаешь. А, выпрямление, да? Вот здесь у тебя это. Мне очень понравилось. Бег, бег какая-нибудь на функционалку, гребля, бег. Ну это в основном в начале подготовки, либо на всем периоде? Когда готовлюсь. Ну сейчас, допустим, когда у тебя следующий старт? Практически через два месяца уже в соревновании. Ну вот сейчас, допустим, у тебя есть функционалка или нет? Сейчас уже начал, да. Уже начинаешь? И как долго это будет? До конца. Что следующее? Или уже все, тренировка закончилась? Все, закончили, пойдем домой. Пошли. Тогда в Макдональдс, да? В общем, да. Нельзя сказать, что Ливан пренебрегает разминкой перед своими тренировками. Но, в целом, арсенал разминочных упражнений не слишком широк. Хотя, если представить, что Ливан просто несколько раз поднимает свои огромные руки вверх и вниз, уже будет достаточно неслабая разминка. А дальше уже и сам тренировочный процесс. После того, у меня все время болят плечи, вот, передняя делька, потому что все упражнения для армориста, практически на всех работают передняя делька. Зависит от того, какой у меня сегодня план, что я сегодня делаю. Если у нас средняя тренировка. Ну, есть день, когда я делаю вверх, молоток. Есть день, когда я делаю, пока я упаковываю движение. Есть пиццерс. Есть день, грудной, ну, режим. Как оказалось, поднять 100 килограмм на бицепс не так сложно, как преодолеть манипуляцию с небольшим карабинчиком. Не оторвел? Я смог это сделать. Это один из самых трудных процессов. Упражнений? Да, чтобы... Это, можно сказать, разминка? Да, пальцы. Извини за глупый вопрос. Есть борьба на левую, есть борьба на правую руку. От чего это зависит? Ну, соревнования. Есть соревнования, которые идут исключительно на правую руку. А, это даже прям направление по соревнованиям? Да. Только правая рука? Есть на турнирах, есть левая рука, день левой руки и день правой рукой. Например, на чемпионат Европы, на чемпионат мира на первый день идет на левой, а на второй день на правой. И это, как бы, получается, две чемпионаты. Если ты выиграешь на левой и на правой, ты получаешь уже двухкратный чемпион. То есть, отдельно медали идут по левой и по правой стороне? Но очень редко спортсмены борются на обе руки. Это очень редко. Чтобы спортсмены были сильны и на правую, и на левую. То есть, еще одна уникальность заключается в том, что ты как на правую, так и на левую руку борешься одинаково. Соответственно, как бы... Да, это очень большой плюс, да. Итак, сейчас Ливан покажет топ-3 для работы верха и топ-3 для крюка. Почему именно эти? Потому что это основной стиль борьбы. То есть, их можно потом транслировать? Борьба в полке, трицепс, это, как бы, это, ну, добавление. А основное, да, основное это верх и крюка. Хорошо, топ-3. Топ-3 для работы верхом. Также мне известно, что в армрестлинге используют тяжелоатлетические наработки для развития силы и скорости. Кому интересны такие детали, вы можете ознакомиться с ними на моем сайте. Сразу скажу, там нет сугубо армрестлингских программ, но для атлетов, связанных с железным спортом, точно найдется много чего полезного и интересного. Ссылку добавлю под видео в описании. Как вы видите, в основе натяжка на пальцы через ладонь. Во время выполнения кисть немного сгибается. Ну, когда уже очень большой вес, уже трудно сгибаться. Но лучше привыкнуть, чтобы вот это движение сделать. Потому что при борьбе, ну, это, как бы, запомним, знаешь, и при борьбе тоже это автоматически делаешь. Это следующее упражнение, это тоже на борьбе вверх, и это называется пронация. Пронация. Специальное движение, которое не даст сопернику согнуть кисть, чтобы применить одну из двух ключевых техник в армрестлинге вверх или крюк. Пронация – это вот это движение руки. Вот, вот, да. Вот это. Это тренирование. Ну, это можно тренировать много чего, придумать, чтобы это тренировать. Ну, основное, вот так. Через палец? Да. Вот так. Это можно делать стоя. Вот так. А в этом плане можно работать с разными углами. Вот, например, если я делаю вот так, это другое. А если немножко его вот так, это уже другое. Ну, в основном, я люблю делать скот. Вот так. Неполное разгибание, правильно? То есть, максимум где-то угол, наверное, 120-130 градусов. Да. Это уже хватает. Если бы я вот так, это для армрестлинга уже проигрыш. Все понятно. Не важно, чтобы у меня короткое движение, да? Короткое движение было и сильное движение. Надо, чтобы сила была именно вот этой, вот этой угли. Ну, хочу сказать, что вот это упражнение именно, что я сейчас делаю, очень хорошо работает, когда борешься в связке с верхом, а очень хорошо работает, на моем опыте. Какой максимальный вес сидел или делаешь? Ну, сейчас 57 килограммов. Вот это. 57 килограммов? Да. Ну, намного повторим. Ну, это как бы, это не основное упражнение наверх. Это всегда я это делаю именно в конце. В конце тренировки? Да, я делаю, ну, другие натяжка туда-сюда, и потом уже в конце вот это добиваю. Добить? Да. Так, ну и теперь три упражнения на крюк. Конечно, это бицепс. Угу. И самый такой старый и самый проверенный упражнение – это бицепс сидзи скантеллы. Упражнение, которое, я думаю, что все армрестеры должны делать. Здесь ты кистью подкручиваешь или нет? Немножко. Немножко. В конце, да? Да. Но здесь вообще не идет большая нагрузка. Угу. То есть, опять же, здесь получается статическое напряжение, В основном не двигается. Здесь немножко в конце подкручиваешь, и основная нагрузка идет? На бицепс. Ну, немножко под... Я... Вот. Я не делаю вот так. Вот. Подсаживаюсь немножко. И руку... Локоть немножко вот так стоит. Угу. Криво немножко. Не вот так. Вот так. Угу. Здесь работа важна с большим весом или нет? Да. Это то упражнение, где надо исключительно работать на больших весах. Угу. Здесь ты и кисть больше подкручиваешь уже. Угу. Угу. Просто... Угу. Угу. Просто когда глубже опускаешь, когда больше раскрываешь, ты выпрямляешь больше, да? То есть, если ты потихонечку доворачиваешь, то здесь ты начинаешь уже с такого положения. Угу. Просто у меня так получается, что на левой руке я вообще по-другому делаю. Не знаю почему, но вот на левой у меня вот так. И когда я здесь целую, вот всегда, не знаю почему, но вот так получается у меня кисть. Угу. То есть, ты не доворачиваешь ее, да? Она у тебя наоборот получается. На правой вот так доворачиваю. Да, да, я вижу. А на это вот так. Угу. Какой максимальный вес сделал? Я сейчас выложил на свой YouTube-канал новое видео. Вчера выложил. Там я делаю 95 килограмм на три. На три повторения. Ну мы возьмем так кусочек и ставим сюда. И это... Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки и там, и здесь. И вот это неправильно. Ноги делают вот так. Вот так. Это ничего не дает. Просто ты тратишь энергию и все. Надо, чтобы максимально открыть угол. Ну, это зависит, если у тебя, например, ты делаешь 100 килограммов. Вот так не сможешь сделать, потому что ты упадешь. Больше заваливаешься назад, да? На большой вес ты уходишь вот так, да? Но надо, чтобы открыть руку хотя бы вот на такой угол. Ну да, работая с большим весом, меняется немножко центр тяжести, соответственно, ты начинаешь компенсировать. Ну, идеальный вариант, конечно, чтобы... Вот это идеальный вариант. Вот так. Но когда меняется веса уже... Сейчас, извини, это ты ее погнул? Да. Все погнуты здесь. Это можно делать в двух вариантах. Даже в трех вариантах. Потому что можно делать стоя. Именно вот так. Ну, когда... У нас, рукоборцы, мы всегда пытаемся делать с большими весами, чтобы максимально нагрузка была на связки, а не на мышцы. И когда мы доходим на максимальные веса, мы используем читинг. Понятно. А раскачка? Да. Вот так. Здесь уже подключается спина, да? Ну, там... Ну, большие веса это... Сколько? Ну, я это делал максимум 142 килограмм на четыре раза. Ну, так... 120... 120 это уже большой вес. Рабочий вес какой для тебя? Ну, где-то так. 120. 120 килограмм? Да. То есть стоя, с небольшим читингом? Ну, можно, конечно, делать чисто, но, если получается намного меньше и небольшая нагрузка на связки. У нас цель на то, чтобы максимально была нагрузка на связки. Понятно. Так что для нас не очень важно, это чистый подъем или не чистый. Главное, чтобы поднять и здесь держать. А обратно опускаешь медленно или быстро? Быстро. Быстро отпускаешь и на последний подъем поднимаешь и удерживаешь. Несколько секунд. То есть на статику, да? Да. Это можно делать еще и сытя. Так больше не идет нагрузка на спину. И, ну, мне нравится это упражнение. То есть ты, можно так сказать, ты больше делаешь со скамейки? Последний год, да. Больше делаю на спину. Чтобы давать меньше нагрузку на спину? Да. На спину и более чисто получается именно сидя более трудно поднимать. И вся сила уходит именно исключительно на руках. Понятно. На руках и на плечо. Вот так. Амплитуда намного меньше. Оно сокращается. Ты уже тут полностью не разгибаешь. Да. В принципе, этого достаточно, да? Да. Это достаточно. И здесь самое главное и самое трудное. Взять вот отсюда до параллели. То есть пройти параллель. Да. Вот пройти вот этот момент. То есть можно, в принципе, дальше не тянуть? Да. Дальше надо тянуть. Просто вот это самое главное. И многие спортсмены используют ноги, чтобы отдалить этот момент. Как это выглядит? Это выглядит вот так. Ага. То есть подбросили. Да. Но это уже не то. То есть это не то, что нужно? Да. Потому что в этом движении самое главное, когда ты стоишь вот отсюда именно только руками. С ноля стороной, да? Да. Угу. И когда лежит вот так вес, очень трудно именно подняться. Угу. Ты знаешь, у нас, допустим, есть там в некоторых упражнениях есть там задача донести до подбородка. Здесь ты куда целишь? Вот штангу куда тебе нужно довести? Ты куда ее тянешь? Вот отсюда. Да. То есть довести до уровня там... Вот так. Немножко это локти вот так. То есть в локтях максимально это угол 90 градусов приблизительно. Может чуть-чуть меньше. Угу. Ну и в основном, я так понимаю, что ты сейчас когда делаешь, то работает здесь. Да, очень сильно. То есть здесь идет на статику и идет... Очень сильно работает, да, передная дельта, да. Если ты делал, например, плечи и потом хочешь это сделать, ну, очень трудно будет. Ну смотри, отсюда получается, если ты стоишь стоя делаешь, ты еще работаешь бицепсом. Ну, то есть начальная, то есть до прямого угла тебе еще нужно включить бицепс. Да. Да, и потом ты уже дотягиваешь. То есть здесь движение получается короче, короче, то есть ты меньше даешь нагрузку на бицепс, но тут... Да. Ну, когда ты стоя, ты можешь даже, некоторые вот так бьют и это более легко. Стоя более легко, чем именно, когда ты сидишь. Ты не рекомендуешь подбрасывать? Нет. Ну, просто для того, что ты... для чего ты это делаешь? Ну, для Инстаграма. Просто для чего ты это делаешь, уже это не получается. А ты делаешь для того, чтобы... Результат? Результат получить, да. Обратно как опускаешь? Медленно или подбрану бросаешь? Немножко бросаешь, немножко бросаешь, и потому самое трудное в этом, это первый подъем. Если один раз подъем, уже потом уже немножко подражаешь, вот это движение получается и... И последнее также оставляешь на пару секунд? Да, обязательно. Это... 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 Везде, везде. Везде. То есть последнее пару секунд на удержание и только потом опускаешь? Это не имеет разницы. Ты делаешь верх, бицепс или какое-то упражнение, или кисть. Слушай, столько всяких разных нюансов. Я так понимаю, что это еще далеко не все? Да, это далеко не все. И еще есть такой нюанс, что... Вот сейчас я объясняю, да, упражнения, которые на меня работают. А есть такое, что то, что на меня работает, может на тебя не работает. То есть мне нужно найти свое, да? Это самое трудное, чтобы найти свои упражнения, которые на тебе работают, которые дают тебе именно вот исключительно в армрестлинге. И то силу прибавляют, которые... Ну... Которым нужен. В тяжелоатлетике есть такое понятие, что самые нелюбимые упражнения, это самые слабые стороны. То есть если ты не любишь это упражнение, это значит, что это твоя слабая сторона. И тебе наоборот ее нужно развивать и подтягивать. Я думаю, что это в всех спортах так. Ну то есть если ты что-то... Если, допустим, вот из сегодняшнего пула 3-3 упражнения, да, тебе эти упражнения не нравятся, тебе нужно все-таки преодолеть и все-таки заставить себя делать? То есть это база, это морская база? Да, я не очень люблю делать вверх. Я более люблю делать бицепс, но на соревнованиях 90% я борюсь над вверхом. И из-за того, что у меня хорошие пропорции для борьбы вверхом. Но чтобы тренироваться, не очень люблю упражнения вверхом. Ну так получается, что не любишь, но при этом оно у тебя является коронкой. Да. Что является твоей коронкой? Вот ты ассоциируешься с чем? Я имею в виду по... Ну, сила понятно, но... Какой стиль больше преобладает? Наверное вверх. Вверх. Потому что 90% моих выигрышей, ну, думаю, что это все были вверхом. Я стою и жду, даю сопернику, чтобы он начал бороться. Если он начинает бороться в бицепс, я тоже в бицепс иду. Если он начинает бороться вверхом, я тоже вверхом иду. И мне это кайф. Вот так бороться. То есть ты, так сказать, немножко даешь возможность тебя вести поначалу. То есть задать тон. Да. То есть не ты задаешь тон, а оппонент задает тон. И ты... Ну, как он взял мою руку, я догадался, что он собирается в круг бороться. Я им дал пальцы в круг и потом в круг бороться. Не, ну, ты в любом случае, получается, даешь возможность оппоненту начать тем стилем, который он хочет. И играть, так сказать, по его правилам, да, на его территории. И на его же территории показать ему... Угу. Ну, да, мне так... Ну, это мне в кайф. Не, так это хорошо, что это в кайф, и это приносит успешный результат, хороший результат. Да, но для этого мне приходится очень много в зале работать, потому что подготовить все угли, все стили, это очень трудно. Некоторые спортсмены приходят делать только верх или только крюк. А я работаю и на верх, и на крюк, и на все, чтобы биться готовым на все. Ливанос ознакомился со стилями борьбы, которые у него, получается, использовать лучше всего. Три стиля, ты говоришь. А какие? Это борьба в крюк, борьба в верхом и борьба в бок. Ну, еще можно добавить трицепс борьбы, но это не часто используют. Ну, самый такой хороший для меня, ну, вообще для всех, потому что это более такая защищенная техника. Очень трудно здесь травмировать. Самая безопасная техника, это борьба в верхом. Борьба в верхом. А когда стоишь и убиваешь кисть, вот так. Вот этой надо не открыть, не зенит. А ты это делаешь вот так. Но надо это делать вот как я делаю. Я не вот так делаю, видишь? Угу. Я делаю вот так. Угу. То есть сначала начинается? Я вот этой тоже работаю. Вот этой точке и этой. Вот так. А не надо вот здесь. Нет. Идешь вот туда. Угу. Вот. Вот туда. Вот. Вот туда. А не туда. Какие плюсы, какие минусы? Плюсы, то, что ты говоришь, нельзя травмироваться. Да. Меньше травм, то более быстро выигрываешь. Ага. Меньше сил пратишь. Ага. И это более техническая борьба, чем на силе. Соответственно, если из минусов, правильно ли это все используют? Да. Соответственно, если его все используют, все очень сильны в нём. И быть... Ну, знаешь, как есть спортсмены, которые не могут верхом бороться. Понял. Потому что для этого еще надо иметь хорошие пропорции. Ну вот я, допустим, могу подойти под этот пиле? А как ты определяешь? Это длина руки, длина пальцев и самая ладонь. Ну, судя, допустим, если сравнить с тобой, то я малыш. Ну, со мной немножко тебе будет трудно бороться. Есть, конечно, такие спортсмены, у которых даже маленькая рука. Тот же самый Арсен Лилиев был такой. Уже не борется. У него была маленькая рука и ладонь тоже маленький, но боролся с верхом очень хорошо. Но он боролся очень быстро. На старт очень быстрый был. Ну, есть такие люди, которые... А атлет с маленькой рукой, с маленькой ладонью может быть некомфортным при борьбе? Для меня, да, может. Может быть. Потому что, когда низкая рука, маленькая ладонь... Ты не можешь, ты раскрываешься больше, да? Да, да. Я останусь вот так. То есть у тебя больше, более открытые углы получается? Да, вот так надо мистеться. Но лучше, конечно, длинная рука. У него есть, ну, в этом плане для меня это неудобно, но я знаю, как это... Обойти? Да. Ему больше неудобно, чем мне. Не очень катастрофическая разница. Угу. А сожми кулак? Ну, примерно... Примерно так я и лалетил. Вот так. Ну, то есть три сантиметра, да? Да. Стиль номер два? Это борьба в круг. Это более такая силовая, более травмоопасная. Более травмоопасная. А куда идет основная нагрузка? На локоть. Идет. Вот. Вот. На этой части. Угу. Для этого надо иметь, прежде всего, сильный кисть и сильный бицепс. Угу. Потому что надо закручивать. Угу. И потом закручиваешь. 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 То есть, ага. Вот в этом направлении, да? Знаешь, как это работает вместе. В одно время. Закручиваешь и идешь. Ну, понятно. Ну, очень важно здесь еще и во всех техниках, в равности, очень важно это сила пальцев. Угу. 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 Ну, а знаешь, движение. Похоже. Верхнее. Цель. Да. Это не меняется. Угу. 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 Подоб�ишься. От том стоило одно и то же. Какие плюсы, минусы? Ну, минусы, ты сказал. Травма опасная. Да. Более много сил тратишь для выигрыша. Угу. да требует более больших сил потому что знаешь как потренировать то что у тебя нет от природы очень трудно но именно пиццерс и вот это движение любой может это потренировать то есть это можно так сказать что это это стиль который доступен тем кто все все доступно то есть и его можно развивать да можно без можно быть не талантливым в других до борьба верхом это более такая очень технично и требует генетику а вот это не требует не конечно это тоже требует но не не так здесь можно хорошо тренироваться и сделать сильные кисти сильный бицепс если качаешь бицепс сила приходит тема номер три это борьба в бок бок это когда я и не вверхом борюсь и не закручиваю но плюс вот так здесь ты ничего не делаешь немножко но есть небольшой наклон как бы идет я немножко кистью работаю но больше работаю именно пук за счет чего здесь идет основном работа плеча то есть соответственно в основном нагрузка идет сюда и но если допустим есть какая-то там травмоопасность в этом парне то она исключает до в этой точке для чего и мы тут вот здесь у меня буквально минусы этого упражнения минус это том что у всех ему практически всех плечо сильнее чем кисть и пас и когда ты вот это движение делаешь большой шанс что у тебя вот так потому что у тебя сильное плечо и ты со всей силы порешься ну на свою кисть понял это удар на свою кисть это держишь а я именно на мою кисть вот так если у тебя отстает есть большой шанс что провернется да пом и так оставишься с этого положения уже можно работать или уже нет можно работать но это очень травмоопасно и это идет очень большая сила здраво и тогда у тебя любит а кисть и так борешься ну ты тратишь очень много энергии сыпь соответственно с этого положения очень сложно и отпустить да как понимаю чтобы раскрыть схватку или нет но здесь лучше отдать уже не отдавать это забудь я начал и у меня пошло кисть да я иду до конца то есть ты делаешь чрезмерную нагрузку сюда да да я пошел ему у меня пошла кисть я питаюсь не остановиться и до конца вот так и когда ты мне выбрал кисть ты должен максимально использовать это и идти вверх да вот я тебе выбрал кисть да и вот такой поможет я должен вот так вот так и когда я это делаю о том уже это уже как это палец называется большой палец большой палец вот вот так на большой палец заворачивается это время этого у тебя уже начинается боль и не можешь ты можешь ты можешь сейчас вспомнить с кем у тебя подобное было или было для у тебя я несколько раз так проигрывал что я выбивал кисть а соперник минута выводок но это было это более вина того что я не думал во время борьбы на эмоциях и не хотела ко мне опыта ну потом когда уже набрался опыта потом уже до многих так многие так питались но уже видел сын номер четыре это самая такая травма опасная но все равно используется до используется в основном используется когда идет борьба мы зарубились и когда уже устаем на выносливость идет борьба уже вот тогда можно использовать и вот так я это на старт это никогда не принято это самый конец когда уже я тоже очень устал ты тоже устали нет сил тогда уже легко вот так добиться но есть такие спортсмены которые изначально на ради гол начинают сразу вообще в армрестлинг больше борется в ту сторону как который очень немного спортсменов которые могут в всех стилах бороться как обычно есть верховик все знают например один спортсмен борется верхом всегда борется верхом один спортсмен борется округ не все могут менять стиль но я я могу я борюсь и круг борюсь и верхами боки в трицепс борюсь это это очень большое преимущество потому что если я знаю что например мой соперник очень сильный верховик я не буду с ним верхом может я знаю что он очень сильный верховик но если я буду я ударил его в бок я вот в этом движении он не сильный можешь вспомнить один из поединков вот с кем ты боролся и почему ты выбирал именно такую так как обычно я люблю так бороться что вот в чем мой соперник сильный какой техник я люблю выигрывать именно ту в той технике его и последний раз когда я был бороться на финале топ-8 питали с виталика на лицином в италии очень сильный верховик можно сказать ну один из лучших в мире в этом движении и у меня был такой план что я хотел выиграть именно верхом и начинал сверху да мы бороться с верхом и так произошел что я выиграл его верхом но я думаю все были в шоке ну все говорили что если левом будет пойдет верхом ну вы часа у него не менялась то есть все все было верхом да ну 6 рент это муж сам виталий пошел крюк потому что уже да у него уже кистину держала потому что я могу выбрать есть несколько раз и но для тебя это же было рискованно если ты понимаешь что твой оппонент он очень сильно но я люблю сейчас я буду бороться дэйвом чарфи но с колем разговаривали ну я хочу его выиграть в круг потому что я знаю что он один из лучших курковиков и все сейчас говорят что вот если идет то есть сейчас можно официально сказать что до боя что ты будешь ты выстраиваешь тактику в крюк я скажу что это можно говорить будет и в это чистое раунды я точно вот для один раунд то есть полностью карта раскрывать нельзя правильно что по пальцам почему ты поправляешь их постоянно мои по этому что захват захват как ты держишь руку как ты возьмешь это очень важно это правильный захват это неудобство для оппонента да и правильный захват это начало уже борьбы понятно что по пальцам ты я вижу что делаешь в замок да два варианта некоторые спортсмены не делают замок некоторые делают я иногда делаю иногда не делаю это зависит от соперника какого такого на руках так мне удобно может быть вот с тобой неудобно взяться но более такой с большими руками уже неудобно уже не могу это закрыть по глубине допустим посадки как можно глубже можно верши лучше глубже то лучше то есть вот мы стали к примеру вот это вот можно сказать на начало да да важно это пальцы вот сейчас мы не боремся но я чувствую что у тебя не сильный по не сильные да а как ты это чувствуешь не знаю что мне нужно сделать для того чтобы ты почувствовал что они сильные а немножко надо то есть вот это да просто знаешь у тебя маленькая арма маленькая рука и маленькие это пальцы я в принципе за один согласен полностью а русский такой спорт все надо себе за ну это же самые крупные самые сильные мышцы я принципе от себя не надо вам рестнинге такой нельзя ничего отдать саппин ну все за тебя ты можешь взять так чтобы мне было неудобно да сейчас я очень плюс ставит у тебя прямая здесь у меня на 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 изгибе даму тебя туда сломана вот и взял мою мою руку очень низко я вот где вот где моя вот это то есть идеально чтобы они были на одной до или надо удобно чтобы вот вот так вот это очень важно вот есть . . . . . . . парко в общем ешь если ее проиграл но это ты уже невыгодном положении да хочу добавить что когда ты делаешь Вверх, крюк, всегда нельзя забивать про кисти и пальцы. Мы делаем практически на каждой тренировке кисти и пальцы. Кисти и пальцы очень такие мышцы, которые быстро восстанавливаются. Я слышал наоборот, что очень долго восстанавливаются, нужно реже делать. Может быть это ошибочно. Я знаю, что это наоборот. Есть люди, которые понимают, пусть нам скажут. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно. Кисти и пальцы быстро восстанавливаются или нет? Какое количество тренировок нужно делать на эти группы мышц в неделю? Ну, про мой опыт и вообще в Грузии все руководители так знают, что кисти и пальцы восстанавливаются быстрее. И можно делать это практически на каждое упражнение. В Грузии все знают, что кисти и пальцы восстанавливаются быстро. Может это у грузинок. В тяжелатлетике есть разгибание со штангой. И задача твоя в самой нижней точке прямо вот насколько ты можешь оставить. Вот если можешь штангу оставить здесь, вот нужно ее оставить здесь. То есть ты получается с самого низу закручиваешь больше на предплечье, на пальцы. Но нужно как можно ниже ее опустить. Есть ли здесь такое по работе с ручкой, что тебе нужно в самые последние точки или начальные точки прямо держать вот так? Если подумать логично, то это не будет плохое упражнение. Но я так никогда не скажу, что это не будет работать. Но логично это будет работать. Ручка, объем ручки всегда такой? Если она тоньше, то преимущество в том, что кисть более хорошо работает. Когда большая ручка работает вот так. А когда мыши... Включается облитонно? Но для меня немножко большие ручки более удобнее, потому что у меня большая рука. И с кем я борюсь, практически у всех большие руки. Какая самая была большая рука и самая маленькая? Можешь вспомнить тех атлетов? Ну, большая рука это у Виталика. А маленькая это она, наверное, у Красимера Константин. Красимер. У нее очень такая невысокая и маленькая рука, но очень сильная. Так, ты анонсировал, что у вас будет видео с Лашей Талахадзе. Соберемся, да. Я уверен, что он тебе покажет и научит чему-нибудь интересному, что нам будет даже самим посмотреть. Сегодня позволь оценить ширину твоего хвата, исходя из твоих антропрометических данных. Просто интересно, насколько штанги хватает или не хватает под твои пропорции. Есть такое базовое понятие, что для того, чтобы определить ширину хвата в рывке, нужно взять палочку таким образом, чтобы одна рука была параллельно полу, а другая рука смотрела ровно вверх. То есть вот этот угол, который образовывается, должен быть 90 градусов. Вот эта ширина, которая есть, это и есть тот хват, который нужно перенести на штангу. Вот это мой хват, который мне нужно использовать для рывка. Вот теперь интересно, какой хват должен быть у тебя. Одна рука параллельно. Вот так. Все, есть. Теперь запоминай положение рук, запоминай и переноси его на палочку, на гриф. То есть если бы тебе нужно было бы брать гриф, то тебе нужно было бы брать гриф, получается, прям за вот эти колышки. То есть тебе стандартного ширины хвата уже недостаточно. Это тоже, что мы обсуждали, в принципе, с Лашей в нашем видео, которое тоже мы снимали позавчера. То, что очень большой обхват и ширины хвата уже не хватает. Ему не хватает. И второе, есть такая формула неофициальная, да, что ширина рук должна соответствовать плюс-минус высоте атлета. То есть что нужно сделать? Нужно раскрыть руки от самого низу вверх. И вот эта точка, видишь, у меня руки шире, чем мой рост. То есть у меня это вот здесь. Можешь ты попробовать сделать ширину? И мы сейчас метром это все замеряем. Так, есть. Вот здесь точка. Все, вставай. Просто у меня не разбегает. Да, все вижу. Вставай. У Лаши было 2, да, тоже выше, видишь. У Лаши было 2,02. Это мы точно, более точно посмотрим в видео. Вот точка. Давай замерим, сколько у тебя. Держи, здесь. 40... Метр девяносто шесть. Метр девяносто шесть. Ну, там, наверное, скорее всего, еще плюс пару сантиметров, если ты полностью проскрылся. Так, сейчас ладонь. Двадцать два. У Лаши Талахадзе было примерно столько же. Длина руки у нас... Двадцать шесть и пять. Тридцать два с половиной. Ну, теперь, как бы, я думаю, что будет важный вопрос от наших подписчиков, которые будут смотреть. Приходилось ли в жизни задействовать вот эту силушку? Кому-нибудь ровнять там, воспитывать? Не было? Вообще ни разу? Ну... В школе было, потом... Ну, я тебе желаю, чтобы такого и не было. Потому что после этого они все могут выжить. Ну, последний раз я помню, что у друга была какая-то проблема. Там, ну... Поехали. И когда приехали, ну, другая сторона, когда увидела меня, они пришли, сфоткались вместе. Давай фото. Забыли обо всем. Пока. Чтобы все так и решалось. Так что, хорошо иметь друга Ливана на своей стороне. Тогда вопросы можно решать. Ну, я не думаю, что они побоялись из-за того. Я думаю, что это из-за того, что... Из-за вожжения? Да. Уожжим. Не, ну, это тоже, как бы, определенная заслуга, да. То есть это же тоже не просто так дано. Сейчас немножко трэша. В предыдущем видео с Ливаном, которое мы снимали в Киеве, мы разбивали арбузы. И тем самым мы проверяли силу удара. Сейчас мы сделаем подобное, но мы сделаем с яблоками. Мы их будем раздавливать. И тем самым проверим силу кисти, силу пальцев. У нас будет определенная градация. Мы начнем от красного яблока. Оно более спелое. Соответственно, его будет немножко легче раздавить, если это у нас получится. Потом у нас будет желтое яблоко. И самое последнее зеленое, которое по сложности должно быть сложнее раздавить, чем красное и желтое. Ранее пробовал давить яблоки? Нет, только кушать. Только кушать? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Два, три. Он смог. Нет. Раунд номер два. Желтое яблоко. Раз, два, три. Ха-ха-ха-ха. 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 Ну, видно, что я последний. Пойдем проверим. Намат. Куда? Бороться? Раз. Два. 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 Раз. Два. ну что мы в принципе хорошо повели день сейчас вкусно покушали и остался один вопрос вот топ-3 человек топ-3 атлета с которым с которыми ты хотел бы встретиться и почему дэйв черфи дева ларат и майкл тот почему именно они ну первую очередь я у меня не было шансов с ним побороться и не боролись никогда интересно еще потому что ну деван бороться с пушкарем и и ноги мы с джоном зенка выигрывал и сейчас он выиграл майкла то да так как никто не выигрывал майкла так легко и он меня он мне сделал вызов я принял этот вызов и фанаты хотят этот поединок и как я фан так я тоже фанат армрестлинга и если посмотреть вот из другой стороны я тоже хочу конечно мне интересно с ним бороться тэйв черфи потому что он очень сильный он почти практически на равнах пороса с цепленковом тот же ну совсем не очень хорошо борется очень сильный крюк интересно с ним бороться а майкл тоже такой мой друг майкл и он тоже очень многих выигрывал уже давно он в это в спорте и конечно мне пока пока они это в спорте не хочется с ним бороться потому что у них возраст возраст большой майкл а сейчас уже 48 так что думаю что они долго будут в активном спорте так что не хочу нужно совсем не до побороться чтобы потом не было лишних вопросов для многих ты непобедимый халк и тебе хочу пожелать чтобы ты им и оставался вот хочу всех пригласить подписаться на тебя в инстаграм и на твой youtube канал вот и до новых встреч спасибо за то спасибо